Слушайте доктора Да, здравствуйте. И сегодняшняя тема остеохондроз, диагностика и лечение. Дмитрий Александрович, конечно, предложил эту тему и соответствующего гостя позвал. Тема очень интересная, и интересная она потому, что, как говорили наши преподаватели, оно, в общем-то, и написано в доступной литературе, это нам остеохондроз, это расплата человечеству за то, что мы по теории Дарвина выпрямились, да, Дмитрий Александрович? Да, Дмитрий Александрович, представить надо. У нас два Дмитрия Александровича. Да, у нас в студии мой тезка, Бойцов Дмитрий Александрович, это заведующий отделением вертебрологии, Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии, врач-травматолог-ортопед и врач-нейрохирург. В общем-то, это специалист по двум направлениям, потому что, я отвечу за него, вертебрология, вертебрология, именно наука о хирургии позвоночника, она стоит на стыке двух специальностей. Это травматологии и ортопедии, и нейрохирургии, потому что, в общем-то, стихондроз проявляется не только ортрозом суставов, но и, как следствие, проблемами в периферической и, да, наверное, центральной нервной системе, назовём так, спинномозге. Ну вот вы здесь и пояснили сегодняшнее тоже удивление, которое я услышала от одного своего знакомого, тоже доктора, он сказал, почему у вас про стеохондроз приходят говорить врачи из травмы, это должны быть другие врачи. Кто ответственен за диагностику и лечение стеохондроза, какие? Вы знаете, если мы посмотрим, скажем, приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации, да, и к какой специальности относится всё-таки лечение стеохондроза, и кто должен оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь, то на профиле травматологии и ортопедии. Но бывают вещи исторически складывающиеся, и вот раньше, скажем так, в какой-то момент в большей степени занималось, у нас два отделения нейрохирургии равноценных, но вот отделение нейрохирургии областной больницы, оно в большей степени специализируется на сосудистой патологии. Они не занимаются травматологией, ортопедией, сосудистой патологией и новообразования, да, на головном мозге. А наше отделение нейрохирургии – это нейротравма, и мы пришли к выводу, коль уж я сказал, что вот это наука вертебрология, да, а специальности вертебролог нет у нас, но наука вертебрология, она стоит на стыке двух специальностей. И мы и организовали отделение вертебрологии не так давно, оно существует у нас, по-моему, второй год, куда мы привлекли врачей нейрохирургов, и все нейрохирурги у нас получили сертификаты травматологов-ортопедов. Бывает обратная ситуация в других регионах, когда травматологи-ортопеды получают, в общем-то, сертификаты врачей нейрохирургов. Вот наши коллеги из Нижнего Новгорода пошли таким путем, но так иначе это специальность, которая предполагает очень сложная, деликатная, и она все-таки, если заниматься в полной мере всей проблемой, я обращаю внимание наших слушателей, специалист должен иметь специальность и травматолог-ортопед, и нейрохирург. Да, я вижу, каждого специалиста, который Курдюмов приводит из Центра травматологии-ортопедии и нейрохирургии нашего региона, у него множество специализаций, это такая политика вашего руководителя, я так понимаю, да? Да, здравствуйте. Здравствуй, наконец-то. Бойцову дали возможность поздороваться. Давайте все-таки к остеохондрозу. Мы должны рассказать сегодня нашим слушателям, во-первых, что это за заболевание и каковы его признаки. Остеохондроз – это дегенеративное заболевание позвоночника, проще говоря, это возрастное старение дисков. Развивается в связи с тем, что диск, как образование, теряет определенные вещества, теряет прочность, теряет свои амортизирующие функции, и, соответственно, вызывает со временем диск, разрушаясь, даёт всю симптоматику соответствующую. Диск где находится? Межпозвонковый. Межпозвонковый диск. А межпозвонковый диск. Межпозвонковый диск, они есть во всех сегментах позвоночника, включая шейный, грудной и поясничный. Как наиболее нагруженный отдел и более подвижный, страдают, как правило, шейный и поясничный отдел позвоночника. Грудной отдел не склонен давать осложненного течения остеохондроза, кроме болевых синдромов. А из чего вот этот межпозвонковый диск состоит? Межпозвонковый диск состоит из фиброзного кольца, так называемого, плотного, и пульпозного ядра, который выполнен... Это принцип амортизатора. В центре жидкость, как желе, да, это как раз вот то ядро пульпозное, а по периферии фиброзное кольцо плотное, да, и самые подвижные диски у нас в пояснице. Да, самый большой диск – это между пятым поясничным и первым крестовым позвонком. Вот вся подвижность, которая у нас есть в позвоночнике, в большей степени, она благодаря вот тем самым дискам, которые, как сказал Дмитрий Александрович, пострадают при остеохондрозе. Кстати, из них вырастают и грыжи дисков, когда прорывается, разрывается вот то самое кольцо, и выходит вот это вот пульпозное ядро. Это всё последствия остеохондроза? Ну вот... Да, это течение остеохондроза. То есть остеохондроз – это не про кости, а про... в смысле не про позвонки, не про кости, а про диски вот это. Поэтому мы и говорим, травматологи артекида, страдает опорно-двигательный аппарат, возникает разрастарие на позвонках, страдают диски. Да, вторично, конечно, вовлекаются на фоне остеохондроза межпозвонкового сустава. Тоже очень важная проблема, которой считается, что больше даже болевые синдромы локальные даёт в поясничном отделе позвоночника. Надо сказать сразу нашим слушателям, чтобы сориентироваться. Два близлежащих позвонка, они между собой крепятся впереди межпозвонковым диском, а сзади двумя суставами. И между диском впереди и суставами, и сзади у нас располагаются спинный мозг и корешки. Да, вот поэтому вот такая тренога, которая у нас крепит весь... Если страдает одна его часть, а самая подверженная как раз, да, это вот диск, насколько я понимаю, да? Да, вторично увлекается все остальные. Как мы это видим визуально? Можно ли это разглядеть как-то? Вы знаете, это можно услышать даже. Сейчас демонстрирует Курдюмова, как это... Это такое пощёлкивание, да, и треск такого хруста. Если у кого шейный остеохондроз, а у нас тут как минимум двух человек, я так понимаю. Как минимум одного, да. У меня точно тоже есть хруст в шее. Хруст в любом сегменте, в поясничном сегменте. То есть мы так мягко подошли, а всё-таки как проявляется остеохондроз, да? Остеохондроз проявляется двумя в основном синдромами. Это болевой синдром, в зависимости от того, какая структура превалирует, да, то есть либо это диско-генный болевой синдром, говорят, когда проблема вызвана в диске в основном, либо это суставной болевой синдром, да, когда увлечён межпозвонковый сустав, то, что мы говорили. Значит, и второй основной... Это очень принципиальная вещь, да, мы к этому подойдём. Я вот просил, мы когда за Минсанчем обсуждали вопрос, как рассказать слушателям, боли при шейном и стихондрозе, они бывают разные. Вот если боли с опорно-двигательного аппарата, это боли с диска и межпозвонковых суставов, да, они, как правило, они локальные, да, и они могут сопровождаться ещё, я так понимаю, Минсанч, меня поправит, он больше специалист в этой области, они могут ещё и сопровождаться, либо усиливаться мышечными болями, которые, в общем-то, мышцы тут же пытаются компенсировать, каким-то образом расправить позвоночный столб. Поэтому боль, она многофакторная, она сложная, она многокомпонентная, да? Да, да. Вот и второе проявление у стихондроза, которое даже, наверное, более тяжело себя проявляет, да, это компрессия каких-либо нервных элементов в позвоночном канале, то бишь корешки. Сдавливаются. Да, они сдавливаются и даётся более… А чем могут сдавливаться? Сдавливаться могут различными, да, компонентами, то есть, либо это диск, то есть протрузии, либо грыжи диска. Это не стадии процесса, да, но часто грыжа предшествует протрузии, хотя грыжа может появиться и без предшествующей протрузии. Есть такое тоже… Протрузия – это выпячивание. Выпячивание, да, а грыжа – выпадение, если говорить дословно. Диска. Диска. Выпадение именно. Далее спиноканал и нервные элементы могут сдавливаться различными костными разрастаниями, остеофитами, которые несут защитную функцию, но тогда, когда они выступают в сторону позвоночного канала, они могут осложнять течение хондроза. Так, в принципе, это защитная функция – зафиксировать сегмент больной, чтобы он не виделся и не больно. То есть, если там больно, компенсация происходит в организме и там какие-то нарушения. Ну, правильно, он заращивает этот сегмент, пытается его заблокировать, но тогда, когда это избыточно, и в сторону отверстий межпозвонкового, где идут корешки, либо в сторону позвоночного канала, вызывая его стонос, соответственно, это может вызывать достаточно сильное сужение и болевой синдром. Либо ещё бывает сужение за счёт задних элементов, за счёт суставов. Но здесь больше сужаются не отверстия, а больше сам позвоночный канал, и проявление есть такого, так называемый, спинальный стонос. Это отдельная патология, достаточно серьёзная, отрядующая. Мы сейчас говорили про боль. Да, мы сказали, что боль бывает с уровня суставов, диска, она может быть мышечная, да? Мышечная, вторичная, да. Попытка организма компенсировать. И перешли к тому, что боль ещё, она бывает и от сдавления, скажем так, корешков. И вот тут, наверное, нужно немножко подробнее сказать. Зачастую, если это шейный отдел, здесь опять же, вот мы тогда проводили диагноз в прошлой передаче, значит, при сдавлении в карпальном канале, когда болит... Не имеет пальца, да. Здесь тоже может быть, ну, иногда приходится исключать и инфаркт миокарда, да. Иногда говорят, что у меня болит плечевой сустав, а проблема выше. В общем-то, здесь приходится всё, в общем-то, всё, что... В комплексе исследовать. Всё, что выше пальца, да, в общем-то, исключать. Всё-таки чаще где боль проявляется, если мы говорим про шейный стеохондрос? Ну, чаще боль в основном она в области шеи. В области шеи, отдающая надплечье. Мы, как правило, не дали плечевого сустава, либо максимум по наружной поверхности плеча, если это не сдавлен корешок. Если сдавлен корешок, то боль... Если только диски повреждены. Да, это если только диски, то есть так называемые сегментарные боли, есть такое понятие. Если сдавлен корешок, то боль идёт по ходу всего корешка. Раз корешок идёт до пальцев, соответственно, боль может идти полосой по всей руке, начиная с шеи, и заканчиваясь в каком-либо пальце, в зависимости от того, какой корешок сдавлен. Аналогичная картина на пояснице. Да, и в ногах то же самое. Там по ногам, если поясничную, если ухандросты, то по ногам. Поэтому мы всегда акцентируем внимание на том, как болит. То есть болит до стопы, либо это боль какая-то преимущественно сегментарная, соответственно, и подходы разные, в том числе в оперативном лечении. Но может и смешиваться. Может, да. Часто накладывается оно на другое. То есть если диск, проблема в диске, то боль сегментарная. Если проблема в нервах, в сдавливании корешками, то боль распространена. Да, ну тут тоже диск виноват. Но он виноват за счёт того, что он давит. Это правильно я понимаю, что это значит, что дальше уже пошла другая стадия остеохондроза, когда вот мы, например, получаем уже обширную боль. Ну есть такое понятие, да, осложнённое течение остеохондроза. То есть есть остеохондроз неосложнённого течения, когда он не вызывает сдавление нервных элементов. Есть осложнённое течение, которое вызывает сдавление. Это уже другая проблема, более серьёзная. А как сказывается, какими болями сказывается остеохондроз в грудной области? Как правило, это боль в спине, в межлопаточной области где-то. А вот какая это боль? Это тупая или это какая? Острая какая-то? А по-разному, по-разному. То есть бывает тупая боль, так называемая теракология длительная, да, какая-то. И вот тут тоже приходится проводить диагноз с коронарным синдромом. То есть исключать другие диагнозы? Да, она бывает, что я поясывающее, отдавать в область сердца, как некоторым кажется. Поэтому АКГ делают часто при таких болях, это нормальное исключение коронарной патологии. А это всё делает специалист, к которому приходит человек с этими болями, да? Да, да, да. В том числе и в вашем центре делает. И при этой ситуации, безусловно, опять же скажу, как в прошлой передаче, нашим слушателям сначала нужно думать о бунфаркте. Исключить самое страшное. Безусловно, а потом уже не надо уповать на то, что я знаю, у меня остеохондроз нет. Сначала исключить все возможные варианты, о чём мы говорили. Ишемическая болезнь сердца, а потом уже, в общем-то, подходить к остеохондрозу. А возвращаясь к шейному остеохондрозу, каковы последствия его? То есть кроме того, что мы получаем боль в плечо или полностью в руку, ведь так или иначе мы, наверное, говорим о каких-то головных патологиях, связанных с остеохондрозом? Значит, с шейным остеохондрозом, если говорить о болевом синдроме, в принципе, радиация боли в затылочную область при шейном остеохондрозе, это достаточно часто, достаточно часто. Плюс ещё не надо забывать то, что в каналах шейных позвонков идут позвоночные артерии. Достаточно важное образование, кровоснабжающее мозжечок, да, и вообще базальные структуры. Поэтому при выраженном шейном остеохондрозе с сужением вот этих каналов позвоночных артерий развивается вертебробазиллярная недостаточность. Кстати, вот это очень серьёзно. Вот Дмитрий Александрович начал говорить о том, что у нас 4 сосуда питают головной мозг. Сонная артерия впереди и позвоночная артерия сзади. Понятно, что сонная артерия не больше, но вот позвоночные артерии, как сказал коллега, они проходят в поперечных отростках шейных позвонков. И, естественно, когда возникает шейный остеохондроз и позвонки смещаются, то при повороте головы зачастую возникает критическое нарушение кровоснабжения. Вот и при подъёме кверху, да, это называется синдром... Синдром позвоночной артерии или вертебробазиллярной недостаточности. Что происходит с человеком? Что он чувствует? Головокружение. Острые приступы головокружения. Достаточно сильные. Есть типичные симптомы, так называемые, сикстинской капеллы. Голову поднимаешь, посмотреть. Да, про это и к этому, да. Когда поднимают кверху, нарушается кровоснабжение. Резкий приступ головокружения. И обморок. И всё, сейчас изобразили губы. Это обморок, да? Да, так пациенты жалуются дополнительно к остеохондрозу и на головную боль, и на снижение внимания, памяти, ну, скажем так, всё, что связано с тем, что... Причём, что вторично, да. Бывает, что вовлекается нестабильное давление, часто бывает артериальное на фоне компрессии каналов артерии и всё остальное. То есть это тоже часто достаточно сочетается вместе. Оно повышается или понижается, это давление? Оно нестабильно. Оно повышается с перепадами вот с такими... Гипертония возникает. Да, да. Вот. Часто это связывают с фондрозом именно, это компенсацию давления. А гипертония уже ведёт к патологию других органов, в том числе сердечно-сосудистых. А чаще всё-таки, я всё-таки хочу услышать из специалиста, какой остеохондроз возникает? Шейный, поясничный или грудной? Чаще всего шейный и поясничный. Чаще всего. Наверное, даже поясничный-поясничный-то побольше будет, да. Потому что мы сидим, сидячий образ жизни. Потому что поясничный отдел самый нагруженный. Самый нагруженный. Весь организм на нём. То есть весь организм перекладывается, нагрузка на таз, поэтому больной всегда самый. Это поясничный отдел и как самое нагруженное два самых нижних диска. Две минуты на то, чтобы рассказать о причинах остеохондроза всё-таки, чётко их обозначить. Вы сказали в самом начале, что это возрастное изменение. Да. Только ли возрастные изменения сказываются? Определённый наследственный фактор влияет. То есть если у мамы, у папы или там по женской линии всё. Ликордиумов особенно любят говорить, особенно у женщин. Вот что касается остеохондроза, это тоже так? Ну, особенно у спортсменов. Вот. Стеохондроз есть у всех. У спортсменов. Поэтому, скажем, если у родителей это было, то всё-таки это больше. Дальше влияет образ жизни. То есть спортивные нагрузки, определённые тяжести. Спортивные перегрузки, наверное. Перегрузки, даже правильнее так сказать. Перегрузки. Да. Вот. Вот этот образ жизни, он накладывает отпечаток. Причём вертикальные спортивные перегрузки. Осивые. Да. То есть это если большой вес поднимает, находясь в вертикальном состоянии нагрузка. Вы знаете, даже не это самое главное. Может не быть осивых нагрузок, но я, как и травматолог, ортопитный спортсмен, знаю, что многие спортсмены без излишних осивых нагрузок страдают от шейновостях хондроза, потому что во время выполнения физических упражнений сильно напрягаются мышцы шеи. И шея, и, в общем-то, как раз все межпознанковые диски находятся, ну, скажем, в большей компрессии. Да, повышенной компрессии в высоком тонусе мышечном. Поэтому вот такое тоже может быть не всегда. У детей бывает остеохондроз? Ну, есть понятие ювенильного хондроза раннего. Что это такое? И с чем это связано? Ранний остеохондроз. Только с наследственностью это связано? Ну, скорее всего, да. Больше здесь связать с чем-то в детском возрасте пока не было. А можно как-то обратить внимание на своего ребёнка и понять, что вот у него, например, там, по таким-то признакам, даже внешним, предрасположенность к остеохондрозу? Ну, я вот тут вычитала просто, конечно же, что плоскостопие, например, может являться причиной. Это так? Ну, плоскостопие является причиной вторичной за счёт неправильного распределения нагрузки на позвоночник. Да, скажем, как это правильно сказать? То есть дополнительный фактор такой, неведущий получается? Да. Хроническое нарушение какой-то осанки, когда ребёнок неправильно сидит, тоже, наверное, предрасполагает в будущем к развитию хондроза раннего. Малые физические всё-таки вот не перегрузки уже, а нагрузки именно, то есть какого-то спортивного, должны быть у ребёнка. Если их нет, то ребёнок не готов к позвоночнику к дальнейшему, скажем так. Я сразу могу вспомнить несколько историй, которые связаны в основном с моими знакомыми женщинами, у которых в достаточно молодом возрасте были проблемы с межпозвоночными дисками и грыжами, и это было очень страшно, боялись очень оперироваться. Это тоже ведь связано с остеохондрозом, да? Конечно, конечно. И вот было страшно, лет, наверное, 15 назад у меня вот такие воспоминания, что очень боялись ложиться на операцию, страшные оказались последствия, потому что позвоночник, да, потому что понятно, что с позвоночником связано. Как сейчас с лечением вот уже тяжёлых стадий, когда необходимо оперировать позвоночник и вот, например, грыжу? А я бы даже вот с учётом того, что появились новые технологии, задал бы вопрос, а вот по типам боли, если нет корешкового синдрома, да, если мы ограничены только, скажем, болевым синдромом в области дуготрощатых суставов и в области дисков, с чего можно начать? То есть не все пациенты сразу решаются на какую-то радикальную операцию и приходится говорить о том, что, ну вот да, у вас севшие диски, вам нужно поставить. Да, пациенты вообще боятся тут радикальных решательств. И, как правило, любому пациенту нужно какое-то время, чтобы принять решение. Но вот в то время, пока пациент принимает решение, приходится заниматься консервативным лечением, да, либо, скажем так, малоинвазивным оперативным лечением, вот с учётом тех технологий, которые у нас появились. И не все, скажем так, сразу соглашаются на радикальную операцию, это протезирование межпозвонкового диска, либо удаление диска и установка каких-то стабилизирующих систем формирования нормального лордоза и высоты позвоночника и так далее. А вот что сейчас, вот я бы попросил, Дмитрий Александрович, сказать, ну так вот коротко и поэтапно, что можно сначала, ну скажем, при одном типом боли, при другом типом боли, ну и самые радикальные, скажем, операции, которые, в общем-то, выполняются и показаны для того, чтобы полностью устранить эту причину. Он уже понял, он уже мне подмигивает и говорит, окей, сейчас всё расскажу. Давайте, Дмитрий Александрович. Значит, в любом варианте лечение, независимо от того, какой болевой синдром и с чем он связан, начинается всё-таки с консервативного лечения. Используются все варианты лечения, начиная от мануальной терапии, если она не противопоказана, если не противопоказана. Вот самая большая проблема с мануальной терапией, это где взять хорошего мануальщика, потому что у меня вот с рождения ребёнка всегда была такая вот дилемма, страшно отдать кому-то руки. Вы знаете, я бы даже вот не стал устанавливаться на этой теме, потому что я не хочу, чтобы наши слушатели обратили внимание, как говорился Дмитрий Александрович, если показано. Если показано. Профессионалы этим, те, кто обладает базовыми знаниями и невролога, и являются по специальности неврологами и нейрохирургами, имеют практику, знают, интерпретируют, в какой ситуации, при какой боли можно помочь. А это зачастую боль с уровня дугоотрощатых суставов, возможно, с уровня диска. У вас есть в вашем центре мануальные терапевты или нет? У нас есть невролог. Невролог и мануальный терапевт? Он у нас работает неврологом, ну а в свободное от работы время он совмещает, где-то там принимает как мануальный терапевт. Я просто знаю, что их ведь немного, мануальных терапевтов, совсем немного. Всё же, кроме мануальной терапии и консервативного лечения. Значит, при неэффективности консервативного лечения... Мы ещё ничего не сказали про консервативные лечения. Значит, консервативное лечение включает возможные блокады. Уколы с какими-то препаратами? Блокады, да, введение препаратов в область, допустим, суставов межпозвонковых этих же, либо в мышцы, так называемые. Но это просто снятие болевого синдрома? Это временный эффект, как правило, либо в комплексе, да, он может привести к стиханию боли, то есть не все же остеохондрозы с осложнённым таким вот выраженным болевым синдромом, то есть... Остановить развитие остеохондроза блокады не сможем. Нет, нет, остеохондроз идёт сам по себе, это процесс старения возрастной, никуда здесь не денешься, он происходит всё равно независимо от лечения. Есть ведь синдром ещё так называемых лестничных мышц, грушевидных мышц, когда напряжённые мышцы, которые, в общем-то, выпрямляют позвоночник, находящийся здесь, они сдавливают между них проходящее сосудистое образование, в общем-то, и я так понимаю, что их нужно тоже иногда расслабить. И первопричина в каком-то периферическом болевом синдроме, нервном болевом синдроме, она, в общем-то, кроется как раз в сдавлении сосудисто-нервного пучка напряжёнными мышцами. Да, поэтому я сразу, почему я обратил внимание на то, что боль при шейном, вообще при стихондрозе, она многофакторная. Поэтому если назначаются нестероидные противовоспалительные препараты при консервном лечении, ну, это общее, скажем так, снижение болевого синдрома, назначаются препараты, скажем так, миорелаксанты, да, которые снижают мышечный тонус. Ну, здесь тоже есть показания, противопоказания, в общем-то, надо понимать, что мышцы будут расслаблены и какая-то чётко соблюдать дозировку, в общем-то, под присмотром специалиста. Если выполняются мышечные блокады в область суставов межпозвонковых, то специалист уверен, что ключевая, основная боль идёт оттуда. Если блокируются мышцы, лестничная мышца, либо грушевидная мышца, скажем, либо другие мышцы, которые напряжены, нужно понимать, что боль в большей степени идёт оттуда. Ну, в общем-то, и так далее. Здесь и при консервативном лечении, то есть доктор раскладывает вот тот самый болевой синдром и воздействует на основные его составляющие. Понятно, что если там грыжа диска и она сдавливает периферические, скажем так, нервы, корешки, то здесь никто не спунктирует этот корешок. Наверняка здесь уже консервативное лечение будет в большей степени, ну, оно в комплексе как-то действует. В тот момент, когда консервативное лечение проходит, кроме блокады, используются какие-то ещё методы? Физиотерапия, я не знаю. Физиотерапия. Когда мы говорим, я просто узнаю, как у вас ЛФК развита на собственном опыте, это тоже ведь туда же, наверное, в общий комплекс? Да, входит всё. Введение препаратов, как я говорил, нестероидные, противовоспалительные, сосудистые препараты, которые улучшают кровоток общий, в том числе в зоне прохождения корешков, нервов и в зоне проблемной, где были это. Значит, вводятся витамины, как общие, витамины группы В, как общий препарат, улучшающий трофику любой суставной ткани, да? То есть вот это всё делается в комплексе, при необходимости назначаются миорелаксанты. Если ничего не помогает, болевой синдром сохраняется, есть чёткий критерий снижения качества жизни. Это сейчас уже уходим к тому, что если боль всё-таки локальная, сегментарная, они связаны с компрессией нервов. Если болевой синдром сохраняется, лечение неэффективно, встают вопросы какой-то манипуляции. Понятно, что если нет сдавления нерва, в общем, большая какая-то операция, да, ну в кавычках большая, более или менее, мало или более инвазивная, да, она не показана. Есть малоинвазивные сейчас методики появились, которые мы активно используем в виде воздействия на суставы. А с действием производится только суть метода в том, что, по сути, ставится один пассивный электрод, и активный электрод в виде иголочки, он подводится к зоне проблемного сустава межпозвонкового. Прямо внутрь вводится? Прямо внутрь. Да, под специальной рентгеновской установкой. Да, то есть ставится в типичную точку прохождения. Это малоинвазивная. Малоинвазивная операция. Подводится вот эта игла, ставится в типичную точку прохождения нервосуставного. Этот нерв, он, кроме функции иннервации капсулы сустава, которая болит, он больше никаких волокон не несёт, поэтому на него можно воздействовать безбоязненно. При установке иглы в нужное место. Ставится игла, подводится ток определённой частоты и физический принцип выделения тепла, да, то есть выделяется тепло, разогрев идёт при температуре 80 градусов. Порядка полутора минут. Нерв, ну, условно говоря, прижигается, коагулируется. Капсула сустава обесточивается, болевой синдром, связанный с этим суставом, он уходит. Больше или меньше степени, на более или менее длительное время, да. Ну, говорят, что от 6 месяцев до 2 лет в среднем эффективность, но их можно повторять. Массовая сейчас такая операция производится у вас, да? А она заменяет что? Вот заменила что? Она заменила длительное консервативное лечение, сомнительно эффективное, с нестойким эффектом, блокады в какой-то степени заменила, потому что её дела, госпитализации практически не требуются. И сколько, вы сказали, по времени длится это? По времени она занимает, ну, полчаса примерно. Полчаса? Вот ещё, наверное, несколько, это и пациенты нашего региона, и других регионов, вот ещё я владел цифрой 2 месяца назад 25. А сейчас уже 40. Уже 40, да. Поэтому, когда ты начинаешь заниматься каким-то вопросом, и он малоинвазивен, он эффективен в какой-то степени, он решает все проблемы, это точно, надо сказать, слушательно, да, он в какой-то части эффективен. То, естественно, количество пациентов вырастает. У нас остаётся буквально 6, даже 5 минут на то, чтобы рассказать всё-таки про хирургические методы вмешательства. Да, всё-таки дальше что происходит? Когда мы, да, это примем? Да, то есть, если всё-таки это осложнённое течение хондроза с компрессией нервов, лечение, опять же, не помогает. Возникает вопрос об операции. Мы используем амузивную операцию по удалению грыж дисков с использованием микроинструментария и оптики, с использованием микроскопа операционного. Разрез порядка 2 сантиметров, устанавливается специальный расширитель для микродисков, яктомии называется он. Делается минимальное костное окошко резекции, чтобы доступ сделать грыжей, и выпавший фрагмент вот этой грыжи, он удаляется. То есть, смещается корешок, обнаруживается грыжа, которая на него давит, и она удаляется. Малоинвазивная, не требует, опять же, длительной госпитализации. Ну, в принципе, в течение недели, как правило, да, человек лежит, можно и раньше, но всё-таки наблюдаем какое-то время. Определённая реабилитация в течение месяца. Ну, в общем, если всё хорошо, то человек может быть выписан к труду. А грыжи обычные, обычно одиночные, или они там сразу группой встречаются? Нет, обычно оперируется один всё-таки сегмент, тот, который звучит, потому что убирать грыжи, если они не звучат, наверное, неправильно. То есть, не звучат, что значит? Не проявляются. Не проявляются. Есть такая работа, я в своё время читал и слышал, что если взять, вот, скажем так, с улицы 100 человек, да, то у всех 100 будут проявления остеохондроза, из этих 100 у 50 будут грыжи, да, условно говоря. Но из этих 50 только 10 могут сказать, что у меня болит. Поэтому по факту нахождение грыжи не значит, что надо её удалять и оперировать. А для многих так и приговор, у меня грыжа диска, а у меня их три. А, то есть, не так на самом деле это страшно, да? Они не все болят, к счастью. Как нужно человеку с уже стадией, когда вот были грыжи, когда было удаление, как часто он ходит на приём к врачу? Только по мере возникновения симптомов или всё-таки эти люди уже под наблюдением? Ну, дело в том, что операция по удалению грыжи диска – это не окончательное решение проблемы. Зачастую после того, как грыжа диска удалена, у части пациентов возникает необходимость поставить сзади, вот через этот малоинвазивное, скажем так, окошко, специальный, ну, скажем так, специальный аппарат, назовём так, между дисками, для того, чтобы дальше диск не садился. И вот из этого дырыч, а ведь есть дефект в фиброзном кольце, чтобы диск не играл, а и не было ещё рецидива грыжи. То есть, операции могут идти и больше, они могут дополняться вот этими системами, ну, там, скажем, назовём их кейджи. Да, мы ставим кейджи тоже активно. Они не металлические же? Это пик керамика, так называемая, полимерная керамика, вот, пик сплав такой. Замещает высоту диска, сути его в чём? Человек чувствует, что он там внутри есть, нет? Нет, нет, он стоит в диске, он возмещает высоту, восстанавливает высоту диска, ну, и в определённой степени препятствует рецидиву. Поэтому грыжи диска не всегда достаточно. Иногда надо поставить вот этот вот кейдж, да, но и не всегда проблема решается только задней хирургии, да, иногда возникает необходимость, скажем так, Вмешиваться спереди и либо протезировать диски или удалять диски. В частности, протезирование дисков мы с Митисанычем ежегодно ездим на симпозиум Евроспайн, уже у нас такая традиция, он проходит в разных городах Европы для того, чтобы быть, как говорят у нас, в последних веяниях. Ну, и что касается протезирования дисков, если говорили о том, что раньше нужно протезировать шейный и поясничный отдел лет, скажем так, 8 назад, потом сказали, что поясничный протезировать категорически нельзя, нужно только приподнимать и замыкать, протезировать можно шейный. Сейчас снова появляется мнение о том, что можно протезировать и поясничный, но мы к этому очень сдержанно относимся, мы считаем, что поясничный нужно, скажем так, выполнять операцию корпородеза. У нас осталась одна минута на пожелания нашим слушателям, уже традиции становящиеся. Что нужно делать, чтобы не дойти до жизни такой? Ну или если уже есть, то какой образ жизни вести? Каким спортом заниматься, что есть и сказывается ли это как-то? Можно ли профилактировать? Нет, если меня спросить, каким спортом можно заниматься, я скажу неправду. Плавание точно можно. Плавание можно всегда, практически всегда. Плавание это лучший вариант вообще для позвоночника. Подвешенное состояние, никакой нагрузки. То есть если говорить про идеальный вид спорта, это вид спорта, который не вызывает значительной осевой нагрузки, не вызывает ударов при каждом прыжке, ну, наверное, это плавание. Хотя, в общем-то, вы знаете, я скажу не как доктор, скажу как человек, когда меня говорят о том, что вот что же ты делаешь, я говорю, ну, вы знаете, для себя решил, что как... Это значит, Дмитрий Александрович Крудемов каждый день тяжелые веса, значит, прогружает в спортзале. Ну, не совсем тяжелое это все относительно, но, тем не менее... Я видела. Я говорю, что качество жизни тоже немаловажно, поэтому... Если это доставляет радость... Все хорошо в разумных пределах, да. А питание сказывается как-то или уже нет? С возрастом, чтобы не ел, все равно. Ну, считается, что лучше есть, да, вроде как компоненты хряща, как говорят, да, но... Да, кстати, 15 секунд, извините, что на компоненты хряща, то есть на холодец помогает? Ну, вот говорят, что да. Ну, я не знаю, да. А другие говорят, что он не усваивается. Нам придется заканчивать сейчас. Я благодарю нашего гостя Дмитрия Бойцова, заведующего отделением вертебрологии и нейрохирургии Кировского центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии. На следующую пятницу мы собирались поговорить с Дмитрием Санычем Курдюмовым о том, можно ли лечить варикоз вен. И тут у нас есть вопрос на сайте. Вообще он лечится терапевтическим путем, спрашивает Людмила Липатова. Уже знаем, кого пригласим. Если ничего не изменится, то будем говорить о варикозе. Да? Не о костях на следующий раз. Я могу как пациент об этом поговорить, да. Прекрасно. Благодарю вас. Спасибо. Это была программа «Слушайте доктора». Дмитрий Курдюмов, Светлана Занько. До свидания. Всего доброго. До свидания. Будьте здоровы, да. Слушайте доктора.